День стал короче, частые дожди и холод. Все это можно перечислить, описывая осень. Резкий переход от греющего солнца к пасмурной погоде, от отдыха к трудовым будням могут стать причиной осенней хандры. Что это такое и как от нее избавиться, расскажет доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Павел Устин. Осенняя хандра это некое такое состояние, которое возникает, смотрите, лето, зима, да, соответственно, некий такой переход, когда организм начинает приспосабливаться, адаптироваться к новому условию, соответственно, связан с некими ресурсами, затратами ресурсов, соответственно, эмоциональными затратами. Заниматься любимым делом, возможно, не надо ее лечить, она сама пройдет. Помимо хандры в эту пору часто можно услышать об осенней депрессии. Но как понять, когда у тебя просто плохое настроение, а когда нужно обратиться к специалисту? Депрессия это клиническое, большая понятие, да, оно связано именно с болезнью, то есть то, что действительно уже лечится с помощью определенных психологических средств, да, психотерапия. Ну а хандра это просто вот некий эмоциональный спад. Все же мы живем по качелям, правильно? Сегодня нам хорошо, завтра нам плохо, вполне нормально. Мы не можем все время быть в время напряжения, все время быть только в самом подъеме. Также Павел Устин отметил, что хандра может застать в любое время года, так как это состояние во многом зависит от самого человека. Главное быть к ней готовым. Занятия любимым делом, активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе помогут вам избавиться от состояния хронической усталости и апатии. Полина Корнеченко, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс.